В городе Видное на улице Гаевского кипит работа. Впрочем, такую картину сегодня можно наблюдать во всех больших и малых поселениях Подмосковья. Губернатор Московской области поставил задачу за эту неделю до 12 числа почистить свес и кровель от сосулек на леди, для того, чтобы предотвратить падение на леди и сосулек на людей. Здесь же на Гаевскому можно увидеть последствия опасного ледопада. Входная группа одного из помещений полностью уничтожена. Ремонт обуви, одежды и кондитерский магазин, расположенный здесь, временно клиентов не принимают. В 7 часов вечера было обрушение. Получается обрушение с крыши, льда и снега. Были снегодержатели, которые, соответственно, не выдержали. Но, слава богу, никого не было. В данный момент нами написано заявление, обращение в МУП, ЖКХ. И проходим по соседям, берем росписи. Мы постараемся мирно разойтись. Это мы сделаем. Нам главное, чтобы люди, которые здесь проходят, ходят, чтобы не было несчастных случаев, чтобы никто не пострадал. Это самое главное. Предприниматели понимают проблемы коммунальщиков и не в претензии. А вот губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на недавнем оперативном совещании вновь обратил внимание глав муниципалитетов на условия содержания кровли многоквартирных домов. Уважаемый глав, знаю, что такая работа велась и в четверг, и в пятницу. Вместе с тем, совершенно очевидно, что это является серьезной угрозой, такое количество снега на крышах, налить это следствие, безусловно, но и нагрузка, снеговая нагрузка на кровли запредельная. Я прошу вас отфиксировать этот вопрос и провести все необходимые мероприятия. В исполнении поручения губернатора представители Подмосковной госжилинспекции следят за тем, чтобы работы соответствовали утвержденным графикам, в том числе и в Ленинском городском округе. Проверяем, как прочистили кровли управляющими компаниями вчера, позавчера. То есть по графику, например, этот дом у нас стоит с 7 числа. На сегодняшний момент кровли не почищены, вы как видите сами, да? Соответственно, идет срыв графика. В субботу мы должны, правительство Московской области, отчитаться, что все кровли почищены. За нарушение условий содержания многоквартирных домов предусмотрен штраф от 250 тысяч рублей для юридических лиц и от 50 тысяч для должностных. Местные коммунальщики с претензиями представителей госжилинспекции согласны и обязуются в кратчайшие сроки провести все работы. Очень большое количество скатных кровель, очень большой выпад осадков. И да, чуть-чуть сбились графика, но я думаю, за 3-4 дня мы исправимся. И как бы устраним все неполадки. Но, во-первых, и фонд старый, сложности с выходом на кровлю. Кровли шиферные, нужно аккуратно чистить, чтобы не проломать кровельное покрытие. Ну а так будем стараться придерживаться графику и все своевременно очищать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.